Два часа дня на Дону ФМ на Дону Хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, я это знаю Хорошо, все будет хорошо Ой, чувствую я с девки загуляю ФМ на Дону Ла-ла-ла-ла-ла Все будет хорошо На право трудный бой На лево мир пустой Но будь самим собой И все будет хорошо Я буду молчать Буду пить чай Буду в окнах громко кричать Что мне хорошо Как никогда Мне хорошо на сотню из ста Пусть начнется новый день Пусть начнется он, Христос Улыбни себя, Дону Все будет хорошо Мне очень хорошо Быть рядом с тобой Просто хорошо Быть рядом ФМ на Дону Исчезает лунный свет Через полчаса рассвет Провожает он тебя своим взглядом И не нужно лишних слов В нашей жизни есть любовь Мне так хорошо, что ты со мной рядом ФМ на Дону ФМ на Дону Лови позитиво волну ФМ на Дону Наши Наши В эфире Вы слушаете Радио ФМ на Дону Абсолютно Абсолютно Привет Автор-исполнитель Александр Лисицын Здравствуйте, Александр Здравствуйте Автор-исполнитель Алена Шарапова Здравствуйте, Алена Здравствуйте Алена, я радуюсь Когда у нас женщины в эфире Я тоже радуюсь на самом деле Просто это никто не видит В течение нашей программы Мы будем слушать песни Александра Лисицына и Алены Шараповой И обязательно запустим наше бесплатное голосование В котором наши слушатели Обязательно смогут поучаствовать Песню того исполнителя, который наберет больше голосов Мы послушаем в финале программы Алена, фамилия у вас, надо сказать, такая знатная Вы, случайно, не родственница Марии Шараповой? Нет, не родственница Однофамильца Это ваша настоящая фамилия? Это моя настоящая Настоящая моя фамилия У меня папа Михаил Шарапов Композитор Как здорово Который пишет мне песни Я пишу тексты Мы их послушаем сегодня Обязательно С удовольствием Вы знаете, вот хочется узнать Как узнали о нашем проекте? Алена, давайте с вас начнем Я была в этой студии буквально Еще месяца не прошло На программе Дон Шансон Вот И меня пригласили на эфир Вы нам так понравились, Алена, что мы вас решили еще раз пригласить Александр, как вы о нас узнали? Я узнал у меня знакомый Он видеооператор Саша А вот он мне дал ваш телефон Замечательно Скажите, пожалуйста, Александр Вот насколько я знаю Вы не коренной ростовчанин Да? Вы родились в городе Тихорецк Тихорецк Да, и все-таки интересно А когда приехали в Ростов и почему? Чем вам так Тихорецк не угодил? Там такая вкусная сгущенка Нет, Тихорецк очень хороший город Я его очень люблю Там замечательные люди Зеленый, маленький кубанский городок Ну, я уехал в Ростов учиться В инженерно-строительный институт поступил Вот, на вечернее отделение Днем работал на стройке Ну, так я остался в Ростове Очень полюбил его Для меня это родной город Вот, замечательный То есть вы приехали сюда учиться Да Где-то вам было 16-17 лет Нет, я после армии проехал Мне было 20 лет Уже в осознанном возрасте Да, это было осознанное решение В осознанном возрасте Полюбить Ростов Это, на самом деле, дорогого стоит Навсегда, на всю жизнь Самый лучший город Да, и все, и остались И больше никуда не уезжали Никуда И не было таких мыслей И мыслей не было Замечательно Алена, скажите, пожалуйста Как давно вы поете? Когда запели? Запела я совершенно случайно Это правда Совершенно случайно Мне родители отдали на вокал Чтоб я научилась разговаривать Очень быстро и невнятно говорила То есть это было во сколько? В 3 года? Нет, это было в 13-14 лет До этого я занималась только фортепиано У меня мама пианист, папа пианист Семья музыкальная Да, семья музыкальная Дали у меня на вокал, чтобы мне поставили речь Ну вот сложилось так, что поставили не только речь, а голос А в какой школе вы учились? Я училась в школе имени Шостаковича Именно на фортепиано И там же я начала заниматься вокалом Потом я поступила в РУИ Александр, расскажите, пожалуйста, про ваше музыкальное образование Есть ли оно и как давно стали петь? Нет Образования музыкального нет Это гитара во дворе Три аккорда, как говорится Ну, пели в школе, как все, наверное Школьники Был какой-то маленький такой Три человека, там, ансамбль Ну, во дворе пели, там, на улице с ребятами Ну, это в те времена еще советские Вот Потом был долгий перерыв Я не пел Вот И вот благодаря Встретился с Кремянским Николаем Аранжировщиком Познакомился в прошлом году Вот И он Стал меня записывать Ну, где-то учил Где-то подправлял Там, как говорится Натаскивал, так будем говорить Вот И какие-то песни ему понравились Он записал И вот так я к вам попал Угу А какие песни пели тогда В советское время В школьные годы Может быть, кому-то подражали Ну, песни были Тогда эстрада советская была Мы пели Песни советских исполнителей Певцову Пели Ну, зарубежных я уже, честно говоря Так и не помню сейчас Прошло почти 50 лет Так что А из советских Каких исполнителей Песни исполняли? Пели? Ну Наверное, Высоцкого, конечно же Высоцкого, знаете, так Его трудно исполнять И Высоцкого так не исполняли Практически неповторим Не повторим, да Поэтому его Хорошо слушать Ну, были ансамбли Советские там Я сейчас даже, знаете Как-то, может, волнуюсь Сразу не вспомню Все песни там эти Вот Ну, хорошо, чтобы вы не волновались Скажите Вас вот привлекла гитара Насколько я знаю, да? Ну, вы Не было у Вас такого желания Потом куда-то поступить Все-таки Выучить не три аккорда А хотя бы там Пять-семь аккордов Вам этого хватало, да? Да, вот Как Вам сказать? Я особо Вот уже в зрелом возрасте Не часто Как бы Пел и играл на гитаре То есть, ну, как бы Вот Я же говорю, до встречи с Кременским У меня мыслей особых не было Вот Кременский Вас воодушевил Воодушевил, да Он действительно талантливый человек Он талантливый музыкант Вот И аранжировщик Я считаю Мы знакомы с Николаем, я знаю Да, да Хороший Хороший человек Вот И вот он мне Как-то, знаете Направил, что ли Вот Помог вот в этом деле Давайте передадим привет Николаю сейчас Я думаю, ему приятно Да Да Я ему говорил, что мы У нас передача сегодня Вот он должен слушать Значит, Николай слушает Да Привет Николаю Кременскому Да Ну, коль мы заговорили об авторских песнях Алена, я знаю, что у вас есть Замечательная Зажигательная Донская песня Да Которую я предлагаю послушать Да Которую я предлагаю послушать Жизнь На Тихом Доне Все как на ладони В яблоневом цвете Крыши куреней Да На Тихом Доне Все, как на ладони В яблоневом цвете Крыши куреней На Дону На Доне Доня на дону в туманах я Тону, 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 тону Ветрами жаркими Согрет, согретая у кобылей Одета я Да, на тихом доню в колокольном зоне Да, на тихом доню в стаи си зарей Казаков венчают свадьбы Отмечают золотом, сияют Маков и терпей Казаков венчают свадьбы Отмечают золотом, сияют Маков и терпей На дону, на доне, доне На дону в туманах я Тону, 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 тону Ветрами жаркими Согрет, согретая у кобылей Одета я Да, на тихом доню в камыши затонет Да, на тихом доню свечи тополей Эй! Да, на тихом доню в песне льется Стонет, да, на тихом доне Волюшка к нейей Да, на тихом доне в песне льем Стонет, да, на тихом доне Волюшка к нейей На дону, на доне, тону На дону в туманах я Тону, 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 тону Ветрами жаркими Согрет, согретая у кобылей Одета я Да, на тихом доне Ох, да резку гонит Да, на тихом доне Степи до небес Эй! Да, на тихом доне Все как на ладони В яблоневом цвете Крыши уреней Да, на тихом доне Все как на ладони В яблоневом цвете Крыши уреней А на дону На доне, тону На дону в туманах я Тону, 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 тону Ветрами жаркими Согретая у кобылей Одетая на дону На доне, тону, тону На дону в туманах я Тону, тону, тону Ветрами жаркими Согретая у кобылей Одетая Наши в эфире Мы вновь в студии Только что мы послушали песню Алены Шараповой И напомню, что в нашей студии сегодня авторы-исполнители Алена Шарапова и Александр Лисицын Друзья, мы работаем в прямом эфире 200 ровно 2519 Вы можете звонить в нашу студию Задавать вопросы нашим гостям Ну или просто рассказывать нам что-то хорошее Мы ждем ваших звонков Алена, расскажите нам, пожалуйста, об этой песне Эта песня написана недавно Месяц, наверное, и от роду Да вы что? И сразу в эфир И сразу в эфир Здорово Музыку написал Михаил Шарапов, мой папа Текст написала я Ну практически все песни у нас Очень мало В таком тандеме Очень мало я исполняю песни других авторов А вообще у вас много таких донских песен? Донских, ну, наверное, 3-4 песни Вот 3-4 песни о Доне, о Ростове есть песни Про казаков есть песни Про донских? Про донских, ну, соответственно То есть вам нравится эта тематика? Ну, конечно, мы же на Дону живем, как может Эта тематика не нравится Для нас родна и актуальна Александр, ну, к вам вопрос Вот вы из Тихорецка, да, из Кубани? Да Как вам донские песни наши? Расскажите Очень люблю песни, которые поют на Дону И часто слушаю их по радио Вот Мне очень нравится И вообще, я, знаете, очень люблю реку В Тихорецке есть река Челбас Но она 12 километров от города Вот И мы туда ездили, когда были пацанами Ездили на велосипедах, на рыбалку, купаться Вот А здесь, я когда приехал в Ростов Вот этот Дон меня очаровал Вот, особенно вот Левый берег Он всех очаровывает, вы знаете, да И поэтому вот полюбил Люблю песни казацкие Так что А конкретно вот Песня Алены Шарапова Очень понравилась Очень понравилась Эмоциональная такая Наша родная песня Александр, расскажите, пожалуйста Вот, например, мне очень интересно Как человеку, не написавшему в жизни ни одной песни Хотя Тимур меня всегда воспринимает Что у меня все впереди Ну, я почему-то ему не очень верю Скажите, вот интересен сам процесс написания песни Как это у вас происходит? Ну, вы знаете Бывает какой-то момент Вот И возникают какие-то строчки Допустим Ну, у меня они сразу возникают с мелодией Поэтому я как бы вот про себя Какая-то строчка родилась И сразу какая-то мелодия Вот И потом уже складывается Допустим, там четверостища Там Вот И так получается песня Бывает этот процесс долгий Вот Что-то Как бы Зажглось такое Вот И потом вот оно сидит в тебе Потом Что-то забываешь Потом опять Распоминаешь И что-то еще И бывает так Бывает Песни за одну ночь можно написать Вот у меня было так Вот Ну, это все зависит от вдохновения Вот От настроения А скажите, пожалуйста Было ли у вас такое время Когда вы, например Какой-то длительный промежуток времени Ничего не писали? Конечно было Конечно было А с чем это было связано? Ну, если это не сильно личное Просто не было В основном жизненные ситуации Да Это Всегда Всегда влияют жизненные ситуации То есть Когда Что-то Ну, как Поэты пишут Знаете Когда все хорошо Тогда как-то и не очень И пишется А вот когда грустно Там бывает Ну, не у всех так Я хочу сказать Ну, да Бывает Кто-то от радости пишет Ну Бывает Люди пишут Песни на заказ То есть У них получается Не получается Да Вот вам именно нужна муза Нужно вдохновение Да Почему не получается? Просто Ну, я думаю Что Есть что-то ваше Что-то не ваше Правильно Коммерция все-таки Не ваша Видимо Ну, да Это нет Мне кажется Это даже К лучшему Марин Вот Алёна У меня к вам вопрос Такой Достаточно насущный Вот Мы очень часто Упоминали про вашего папу Замечательного Михаила Шарапова Вот расскажите Как у вас это происходит Вот Папа Сел за клавиши Сел за рояль Позвонил Вам Дочи я написал Нет По-другому это происходит Расскажите Ну, так скажем Сначала ждается тема О чем А как она появляется Ну, вот захотелось Мне, например Спеть песню Там про детство Или про дружбу Я звоню Прихожу к папе Говорю Папа, вот давай Вот Есть такая тема Ну, набрасываем текст Он моментально У него рождается Эта музыка Мгновенная Хочу вам сказать И Вот Таким тандемом Вот так вот Именно Что Это все спонтанно Тема появляется И появляются Какие-то Тексты Рифмы Строчки Которые Они постоянно Меня преследуют Записываешь Там в автобусе Ходясь Там, не знаю Там в машине По дороге в школу Когда ребенка веду Записал Там Ну, на эту тематику И Буквально неделя Это максим Работы И уже есть готовый материал Который можно исполнять А были ли случаи Когда вы сами Вот у вас музыка Родилась в голове Вместо текста Бывало ли такое? Нет Такого у меня не бывало К сожалению Хотя Вроде бы Из музыкальной семьи Я сама пианистка Я пою Но Каждый должен своим делом Заниматься Я все-таки исполнитель Я все-таки исполнитель Человек Вытаскивать из себя Знаете Можно Я могу сесть Там Через неделю Написать песню Написать песню Только это будет Вылученная музыка Никому не нужная Такое, кстати, очень много у нас сейчас И на телевидении И на радио Ну, конечно Не считая нашего радио У нас совсем другая ситуация Абсолютно Ален, скажите, пожалуйста Мы поняли, что Ваш папа Композитор А мама у вас тоже музыкальный человек Тоже музыкальный человек Она вам чем-то помогает В вашем творчестве? Она мне помогает Всегда С самого рождения У меня родители Так меня поддерживают По жизни Они меня ведут Они мне советуют Поддерживают меня Главный критик У меня мама Там Песню записала Ей скинула И Море критики Сначала Вот То не так То переделает То доделает То не сделает И тут Не так исполнила Вот Поэтому Повышает уровень квалификации Ален, можно Вот Такая просьба к вам Сейчас мы Прервемся На небольшую музыкальную паузу Песня В исполнении Александра Лисицына Которая называется Ростов Замечательная песня Вот вы сказали Что вас преследуют рифмы Давайте мы За время музыкальной паузы Придумаем рифму К словосочетанию ФМ на Дону Вот быстренько так Сходу А пока Послушаем песню Давайте пока Послушаем песню Мы все куда-то Уезжаем Всегда находятся И теплым взглядом Провожаем Вокзал из синего стекла Качнутся цепочкой вагоны Мелькнут конструкции мостов И за батальским перегоном Из вида скроется Ростов А там красиво бьют фонтаны Цветут на пушкинской каштаны А в синем небе Утром рано Сверкает золото крестов Мой старый друг Не надо грусти Давай по стопочке пропустим За самый лучший в мире город Он называется Ростов Есть много мест красивых в мире Дай бог вам всем там побывать Есть крыша мира на Памире Там до небес рукой подать Есть золотой песок В Кванапе Я этих слов не побоюсь Но своему Ростову папе Я низко в пояс поклонюсь А там красиво бьют фонтаны И по ночам горят рекламы А на дону там утром рано Мелькают снасти рыбаков Мой старый друг Не надо грусти Давай по стопочке пропустим За самый лучший в мире город Он называется Ростов А там красиво бьют фонтаны Цветут на пушкинской каштаны А в синем небе утром рано Сверкает золото крестов Мой старый друг Не надо грусти Давай по стопочке пропустим За самый лучший в мире город Он называется Ростов Он называется Ростов Наши в эфире Мы в нашей студии С вами по-прежнему Тимур Камышанский И Марина Орлова Мы работаем в прямом эфире 200 ровно 2519 Вы можете звонить в нашу студию А также можете смотреть онлайн-трансляцию Для этого заходите в нашу группу Наши в эфире Вконтакте Да А также мы сейчас запускаем Бесплатное голосование В котором призываем всех наших слушателей Поучаствовать Итак, если в финале нашей программы Вы хотите услышать песню Алены Шараповой Набирайте прямо сейчас 8 800 500 ровно 8216 Если хотите отдать свой голос За Александра Лисицына Набирайте 8 800 500 ровно 8217 Я также напоминаю Что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 2519 Вы можете звонить в нашу студию И перед тем, как мы пошли Так сказать на песню Тимур придумал креативное задание Нашим гостям Придумать оригинальную рифму ФМ на Дону Алена Ну мне вот тут Три родилось так спонтанненько Первая рифма у нас ФМ ФМ на Дону Ростов-город я люблю ФМ на Дону На волне счастья плыву Очень удобно Очень удобно на Ну Придумать оригинальную рифму На самом деле ФМ на Дону По жизни я иду Вот такие вот три Здорово Александр У вас что-то получилось? Пока нет Пока нет Трех минут было недостаточно Ну что Может быть Обратимся к нашим слушателям С удовольствием Друзья Если у вас родилась Какая-то рифма На словосочетании ФМ на Дону Что Именует наше радио Вы можете звонить нам В студию Высказывать свои Четырехстишие Двухстишие Может быть Что-то еще Какие-то другие Креативные штучки Мы с удовольствием Все выслушаем Ну и конечно же Задаем Естественно И конечно задаем Вопросы Нашим гостям Да 200 Ровно 2519 Звоните в нашу студию Александр Вот мы говорили Перед песней О критиках Есть ли у вас Какие-то критики Алена нам рассказала Что главный критик В ее жизни Это мама Вот есть у вас Такой главный критик Или вы не обращаете Вообще Внимания На мнение Окружающих Ну я Свои Творческие Как говорят Планы Никого не посвящаю Единственные Кто мне Может Что-то подсказать Я же еще раз говорю Вот у меня есть Аранжировщик Николай Кремянский Мы с ним обсуждаем Что нам На что писать На какие там Я ему приношу Прихожу с гитарой Что-то ему там На гитаре исполняю Он слушает Вот Потом мы это дело Записываем уже Под его музыку Ну в общем Процесс Конечно долгий Трудный Кропотливый Кропотливый Вот И вот То есть можно сказать Что Николай Кремянский Как раз и является Вашим главным критиком Вы прислушиваетесь Да Ну расскажите нам Пожалуйста о песне Только что вот мы ее послушали Ну эта песня Родилась в прошлом году Была задумана давно Какие-то строчки были Вот Полностью Уже вот перед Новым годом Мы ее записали Вот И Она Понравилась Приходили К Николаю Приходили друзья И слушали Она им очень нравилась Вот И Так я Также своим знакомым Родственникам Показывал ее Вот Тоже очень нравилась Недавно у меня у крестника Была свадьба В Тихорецке Я эту песню Исполнял Прямо в ресторане Вот Песня зашла на ура Я думаю Да Они были все конечно Просто изумлены Что дядя приехал Так спел Там Ну в общем Всем понравилось Спасибо Александр Мне подсказывает Что у нас есть телефонный звонок Давайте послушаем Вот Здравствуйте Представьтесь Пожалуйста Вы в прямом эфире Добрый день Меня зовут Марина Я проживаю в городе Ростов Хотелось бы Задать вопрос Алене Шараповой Скажите Алена А вас Можно услышать Вживую Где-то В Ростове у нас Где вы Исполняете свои песни Или не свои Ну конечно Меня можно услышать В Ростове Я являюсь резидентом Заградного клуба Ближняя дача Ну там можно отслеживать Когда Мои выступления Ближайшее будет 2 октября Мы вместе Работаем С замечательным Александром Кальяновым Вот Я знаю Вот на ФМ На Дону будет розыгрыш билетов На его выступление Думаю Можно будет проконсультироваться Спасибо большое Алена А может быть у вас Какая-то рифма есть? Марин Вы не думали Есть у вас рифма Вот мы сейчас Поднимаем Такую интересную тему Нет Нет рифмы Ну ничего Ждем еще звонков Вы знаете Я обратила внимание Когда Тимур Объявляет номер Прямого эфира Звонки есть Когда я это делаю Я с самого начала Объявлял Но почему-то люди Опомнились только Вот Ближе к экватору Нашей программы Алена Ну Еще один вопрос к вам Скажите пожалуйста Для вас музыка Это хобби Или источник заработка? Конечно же Это источник заработка Который является Ну хобби Это увлечение Да Все-таки Я этим живу И это источник заработка Поэтому я счастливый человек Вы любите то, чем занимаюсь Я люблю, чем я занимаюсь А принимаете ли я Какие-то Участия Например В каких-то Фестивалях В конкурсах Да Я принимаю участие В фестивалях В конкурсах Которые в Ростове Происходят все Практически мероприятия А какие-то выездные мероприятия Выездные мероприятия бывают Я вот В ноябре Должна буду поехать в Питер Ну там сборный концерт будет Направление шансон Городской романс В ноябре месяц И в декабре 11 декабря Я участвую в фестивале Международном Островок шансона Будет происходить в Москве Привозите какие-то места Призовые Всегда Всегда Естественно Скромный Ален Александр Расскажите пожалуйста А для вас музыка это хобби? Да Для меня это Я работаю строитель Вот Ну Пока мыслей не было Чтобы там Как бы заняться На профессиональном уровне То есть это пока Увлечение Вот Ну Очень приятное Увлечение Очень нравится Для души Для души Скажите А планируются ли Какие-то выступления У вас В ближайшее время Может быть Пока нет Пока нет Вот насчет диска Николай заговаривал Вопрос задавал Говорит Как ты смотришь Я говорю Ну надо что-то писать 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 Вот То есть Песен пока Сколько уже песен Есть Для пластинки Ну мы вместе Записали с ним Пять песен Три я принес Сюда А две Ну они такие Немножко Как говорится Босяцкие Вот Александр Вот знаете Что интересно Если я вас Правильно поняла Вы закончили Наш строительный Университет И работали Все время По специальности Да То есть Вы сейчас Работаете строителем Да Один из Немногих людей Которые работают По специальности Да Это очень приятно Очень здорово Что наше Все-таки Образование Оно иногда Направляет людей На жизненные пути Да Я тоже просто Закончила строительный Это моя первая Высшая Но я не стала строителем Увы Все впереди Марина Я всегда говорю Все впереди Тимур Это твоя любимая фраза Но все-таки Музыка Это достаточно Такая Сфера Да Которая требует Определенных вложений Дорогостоящая Есть ли у вас Спонсоры Алена Вы знаете Люди Честно 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 Спонсор Умляясь Сама себе Я Прекрасно Вот Есть люди Которые меня поддерживают Друзья Знакомые Ресурсы Это же не только Финансовые Правильно Есть много Других ресурсов Которые Кстати Намного важнее Денег Которые очень Помогают В продвижении Поэтому Я могу Я могу сказать Что Меня Поддерживает Достаточно Много Людей Я Счастлива Что у меня есть Такие люди На самом деле Александр У вас есть Спонсора Нет Работаем Вдвоем Николаем Как говорится Что же вы его с собой Сегодня не взяли У вас такой тандем Я смотрю Что же вы так Поскромничали Мне подсказывает Что у нас есть Телефонный Звонок Давайте Послушаем Здравствуйте Представьтесь Пожалуйста Вы в прямом эфире Здравствуйте Меня зовут Денис Здравствуйте Денис Я вот Слушаю Только Ваши радио Очень Мне нравится Стараюсь Участвовать Во всех Конкурсах На рамной Пашке И так далее Ну Я не Паркарик Подобрал Они такие с юмором Смешно Как здорово Конечно Люблю Ваши мадоню Больше Чем твою жену Здорово Жена Сейчас не слышит Еще Ваши мадоню Здесь Ему Постаканы Классно Очень здорово Самое Такое Нормальное Ваши мадоню В музыкальном Я сплюну Денис Спасибо вам Огромное Мы сейчас Прямо все записали И обязательно Будем использовать Ну что ж Я предлагаю послушать песню Замечательную Алену Шараповой Песня называется Танго Слушаем и наслаждаемся Слушаем и наслаждаемся Танго Ветер, дождь, облака Плочья рваный крон Осип, золото, дым Звезды, подвиги, скрём Не кричать Пустота Поцелуи Остыли мы вдвоем Но не здесь Было, помню, любили Танго И скрипки снова Зазвучали Танго Все чувства в танце Вспыхнут вновь Танго Но мы друг друга потеряли Танго Не возвращается любовь Танго Танго Еще Ветер Танго З desapare Увагон Позови, буду ждать Небо с тронами взряхать Не уметь прошептать Убежать и заплакать Без тебя я живу, не могу Подухаю, сложно все Где любовь, умерла я не знаю Тамбов И скрипки снова зазвучали Тамбов Все чувства в танце Вспытно дуаном Тамбов Но мы друг друга потеряли Тамбов Не возвращается Любовь Тамбов И скрипки снова зазвучали Тамбов Все чувства в танце вспыхнут вновь Тамбов Тамбов Но мы друг друга потеряли Тамбов Не возвращается Любовь Тамбов Тамбов Наши в эфире Мы вновь в студии С вами по-прежнему Марина Орлова и Тимур Камышанский Только что мы послушали песню в исполнении Алены Шараповой «Танго» Друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня авторы-исполнители Алена Шарапова и Александр Лисицын Также мы работаем в прямом эфире 200-рона 2519 И вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы нашим гостям Также вот Тимур у нас сегодня придумал такой некий конкурс Призываем вас тоже звонить, если у вас есть рифма Словосочетание «ФМ на Дану» Ждем ваших звонков Алена, почему такая песня «Танго»? Вы танцуете? Нет, я не танцую, я пою Ну все, все, нет, подождите, нет, вопрос очень такой развернутый Тогда почему такая песня? Ну, во-первых, мне нравится смотреть на танцующих танго пару Это музыка страсти Огня Огня Таких непредсказуемых каких-то, может быть, отношений, развитий Ну, музыканты меня поймут Танго всегда заканчивается на доминанте Что является незавершенным процессом Я ждал тоники сейчас, честно признаюсь, да Вот, и вот в этом вся музыка, все танго А может быть, это такие подсознательные желания? Может быть, вы хотите все-таки танцевать танго? Вы не думали об этом? Вы знаете, я в свое время ходила на хореографию Вот-вот-вот Да, ну, это было вот как раз про хобби когда-то Было в детстве Это не дало своему развития Ну, ничего Как говорит Тимур, все еще впереди Все впереди Это его любимая фраза Мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок Давайте послушаем Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире Я Стрюков Владимир Александрович Очень приятно Проживаю я в проэтажском районе Александровка Вот сейчас я слушаю вашу передачу И песня, прозвучавшая о Алене Да, Шараповой? Да Так вот, там есть такие слова Мой милый друг, не надо грусти Так вот, эту песню Эти слова Были еще написаны давно Еще в 75-м году Но там таких слов нету, к сожалению Мой милый друг, не надо грусти В тексте таких слов нету Перед этим Звучала песня Там Милый друг, не надо грусти Там есть такие слова Нету таких слов Нету песни Я хотел бы немножко поправить Ну, может, я не так это говорил Ну, это одно и то же Я что хотел сказать Эта песня такая вот звучала Еще в 75-м году Когда я демобилизовался с армией И вот там были такие слова Мой милый друг, не надо грусти Ведь в мае нас отпустят И мы увидим у Рана Любимый город наш Ростов Ну, город у нас действительно любимый Владимир Александрович Спасибо вам за звонок Каждый находит что-то свое Что-то свое Александр, скажите, пожалуйста Есть ли у вас какие-то дополнительные увлечения Ну, вот помимо музыки Мы уже поняли, что вы работаете строителем Может быть, еще что-то есть такое Может быть, вы танцуете? Нет Может быть, футбол Не болельщик вы? Нет, футбол люблю Любите футбол? Да, футбол всегда смотрелись Рисуете, может быть Нет Рыбалка Иногда Иногда бывает Все-таки увлечения есть Есть Алена, а у вас? Увлечения мама двоих детей? Все, вопросов нет Каждый, господи Вот и все увлечения А что тебе понятно? Скажи Мне понятно, что В частности, не остается времени Я тоже молодой отец Вот И у мамы, моего ребенка Практически нет времени свободного Зато у нас есть время Ходить на детские развивающие кружки На различные занятия Да, Алёна? Да, да, да И по сути Ловишь себя на мысли Что То, что ты, например Не успел сделать в детстве В детстве было очень много Интересных дел Сейчас можно наверстать Со своими детьми Да? Алёна? Вы знаете Так поступает большинство Родителей И я тоже Не исключение Нам вообще вот окажется Что вот ребенок должен сделать то Чего не сделали вы? Что делала я И может быть не успела сделать я Вот он обязательно Вот это ему очень в жизни надо Мнение моих детей со мной не совпадает А вы пытаетесь их переубедить? Переубедить? Нет Направить, да? Алёна просто верит ребенка за руку И ставит перед фактом Мы идем на заказы Да, так тоже можно поступать Но все-таки детей надо объяснить Почему это нужно Что ребенок Даже детей никто не хочет Вот вы видели ребенка Который добровольно Я буду, мама, сейчас заниматься музыкой Два часа Я так решила Да, сейчас я посвящу гаммам А потом Такого же нет Песочница, да? Нет Компьютерные игры, да? Нет Ну что ты придумаешь? Нарковный сок тоже нет Нет Вот И ребенка надо Он должен понять Что это ему нужно И надо его заинтересовать Это впервые Потому что заставить тоже Это же бесполезно Заставлять Какую тему мы интересную подняли Ну да Прям вторая моя авторская программа Наше все Алёна, ну я знаю, что вы еще занимаетесь Организаторской деятельностью Да, вот Мы уже говорили, что будем разыгрывать билеты На концерт Александра Кальянова Как вы вообще с этим связаны? Вы принимаете Я принимаю участие в этом концерте Я его веду, это мероприятие Ну, потому что я, соответственно, являюсь резидентом Заградного клуба Ближняя дача Вот Ну, соответственно, как бы не только там Общие Организации мероприятий Все, что с этим связано От корочки до корочки Скажите, а как познакомились с Александром? Вы знаете, мы еще с ним лично не знакомы Мы только заочно знакомы Потому что будет мероприятие Познакомимся мы в день мероприятия На концерте Так обычно и бывает, что С артистами Знакомишься буквально там За 5-10 минут до мероприятия И пытаешься больше информации узнать Потому что тебе это мероприятие вести И надо владеть информацией А кто был инициатором Вот такого приезда? Загородный Копец, Ближняя дача Туда часто приезжают Разные известные и любимые артисты Они молодцы, кстати В этом плане организовывают Именно интересные мероприятия Спасибо, Алена Я хочу напомнить, что мы работаем В прямом эфире 200 ровно 25.19 Вы можете звонить в нашу студию Александр Расскажите, пожалуйста Ну, а у вас был опыт Организаторской деятельности какой-то? В смысле? В любом смысле На самом деле Организаторская Ну, я работал на строительстве Все связано Все организаторские связаны Со строительством Ну, работал прорабом Мастер Потом прораб Начальник участка Так что Приходилось Организовывать Строить дома Ну что ж Спасибо большое Я думаю, сейчас пришло время Нам послушать еще одну песню Это будет песня Александра Лисицына Она называется Летний ливень Ну, сейчас уже не лето Сейчас уже осень Но я думаю, что мы послушаем Ничего страшного И вспомним лето Слушаем Летний ливень Напугал прохожих Разогнал нахальных голубей И растаял на мираж похожий И оставил мне тоску о ней Я брожу, разбрызгивая лужи Повторяю глупые слова Я сегодня никому не нужен Словно прошлогодняя трава На дону у старого причала Чайки что-то жалобно кричат И нельзя нам все начать сначала И любовь нельзя вернуть назад А дон течет задумчиво и тихо Как много-много тысяч лет назад И не буди, казак ты в жизни лихо И не ищи, кто прав, кто виноват Рыбаки забрасывают снасти Им плевать, что мне не повезло Погадай, цыганка, мне на счастье Чтобы все несчастья пронесло Нагадай мне дальнюю дорогу Не волнуйся, я позолочу Только прошлое мое не трогай Я о прошлом слушать не хочу А дон течет задумчиво и тихо Как много-много тысяч лет назад И не буди, казак ты в жизни лихо И не ищи, кто прав, кто виноват Летний ливень напугал прохожих Разогнал махальных голубей И растаял на мираж похожий И оставил мне тоску о ней А дон течет задумчиво и тихо Как много-много тысяч лет назад И не буди, казак ты в жизни лихо И не ищи, кто прав, кто виноват А дон течет задумчиво и тихо Как много-много тысяч лет назад И не буди, казак ты в жизни лихо И не ищи, кто прав, кто виноват Наши в эфире Мы в нашей студии программы «Наши в эфире» Только что мы послушали песню Александра Лисицына «Летний ливень» Я напомню, что у нас в гостях сегодня авторы-исполнители Алена Шарапова и Александр Лисицын Также напомню, что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 25 19 200 ровно 25 19 Да, Тимур, правильно, после тебя все звонят Александр, расскажите, пожалуйста, нам об этой песне Эта песня написана давно И сначала существовало как сотворение Потом появился припел И как бы уже пошла музыка Я ее напел Николаю Николай сделал хорошую аранжировку Мне очень нравится И так вот появилась эта песня Записана она недавно Сколько лет песни? Недавно это записано? Записана недавно, да Буквально вот весной, наверное, записали ее Я хочу заметить, что в этой песне тоже присутствует река Дон Да, ну это про нашу набережную Ростовскую А вот интересно, у вас много таких донских песен, да, наших А про свою родину вы что-нибудь пишете? Какую-нибудь песню про Тихорец? Нет, еще нет, Тихорец нет Тихорец, Тихорец Ничего, еще все впереди На чем сейчас работаете? Да, тоже песня есть В общем, напишем, принесем Послушайте Обязательно Алена, а вы? Конечно же Много материала в работе Ну что значит в работе? У вас есть песни, которые нужно записать в студии Они ждут своей ночи Которые нужно сделать аранжировку Записать их в студии Соответственно А потом еще три раза переписать их в студии Обязательно 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 Подсказывает мне, что у нас есть телефонный звонок Давайте послушаем Здравствуйте Вы в прямом эфире Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, Марина Это Владимир Смотниев Здравствуйте, Владимир Парень классно сделал песенку Я говорю Ну давай И сегодня вот как раз он в эфире Так что Хорошая песенка Мне понравилась Вы в курсе событий, как всегда, Владимир В курсе всех событий Да, да, да Отлично Ну вот Опять Николай Кремянский Куда же без него Понимаете Владимир Мы удивляемся, почему его сегодня нет в нашей студии Вот с Тимуром Знаете, будет у вас повод пригласить? А он, что, не можете пригласить? Нет, будет повод пригласить Мы обязательно Да мы бы с удовольствием Ну вот он, не знаю Не хочет он Давайте Давайте я с ним пообщаюсь Все, по блату сделаем Я постараюсь доставить на путь истины Хорошо, Владимир Договорились Спасибо большое Ну иначе всем Спасибо вам огромное Спасибо Спасибо, Владимир Рады будем вас слышать Всегда рады вас слышать Да, спасибо Хорошо, спасибо До свидания До свидания Скажите, пожалуйста Вот У меня вопрос такой назрел Есть ли у вас какие-то Чистолюбивые творческие мечты? Как у любого исполнителя И музыканта, конечно же, есть Поучаствовать в конкурсе Марина, Марина Ну, кроме нового Лексуса Какие еще? Ну, можно дальше перечислять Все по списку Перечислять Можно Не, ну, если говорить о чисто любивых желаниях То тут, наверное, не материальные какие-то моменты А у каждого музыканта, исполнителя Завоевать мир, как я и сказала Ну, практически Завоевать Завоевать, наверное, не мир А сердце слушателя Как бы Это самое, наверное, что может быть Грандиозная мечта любого исполнителя Это когда твое творчество Нравится не только тебе Не только тебе и папе Да, да, да И, знаете, вот потихонечку Все-таки надо двигаться Двигаться, всегда над собой работать Ну, вы как-то отслеживаете реакцию публики Мониторинг какой-то Обязательно Благодаря очень Благодарной интернету В этом плане Раньше было это очень сложно Когда не было Доступно для нас Интерактива не было Вот сейчас Песни Можно найти на различных сайтах Можно динамику просмотреть Скачивание, прослушивание Это все Песню записала У меня сразу Быстрее и быстрее Выкинуть в сеть Ну, из соцсети это понятно Вот именно на сайт и музыкальные порталы Чтобы посмотреть реакцию Как люди слушают Как люди скачивают Алена, если нет реакции Вот видите, что не идет песня Будете ее исполнять, например? Никогда Не будете То есть для вас это все-таки Конечно Ну а для чего Как бы сама я себе могу попеть Прекрасно дома Загонцов в королоке Спасибо большое Ален Александр Какие-то у вас Мечты, планы? Мечты есть, конечно Написать еще Хороших песней Вот Чтобы Порадовать людей Ростовчан наших Хочется написать Хорошую еще песню о Ростове Ну А Тихорецкий в конце концов По-тихорецкий обязательно 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 Ну мы будем Ждать Мы будем ждать И как только у вас появятся новые песни Мы ждем их Обязательно Друзья А время нашей программы подходит к концу И я готов подвести итоги голосования Ура-ура-ура Итак, сегодня наши слушатели Отдали 25 голосов за Алену Шарапову И 30 голосов за Александра Лисицына И это означает только лишь то, что в финале нашей программы мы послушаем песню Александра Лисицына Спасибо Спасибо, друзья, что вы пришли сегодня в нашу студию И теперь песни Алены Шарапова и Александра Лисицына Наши слушатели смогут услышать в рубрике Наши в эфире По будням с 7 до 9 утра И по выходным Каждый час с 6 утра до 10 часов вечера Также забыла сказать, что еще по будням с 18 часов до 20 часов вечера Как много нашей программы теперь в эфире Да Это здорово У нас же есть планы завоевать Понимаешь Естественно Мир А так как у нас такой музыкальный редактор, то они сбудутся, я думаю Также находите нашу группу ВКонтакте Она называется «Наши в эфире» Добавляйтесь в друзья и голосуйте за понравившегося вам исполнителя Это интервью вы можете еще раз услышать в эту субботу 1 октября в 13 часов На этом мы с вами прощаемся С вами была Марина Орлова И Тимур Камышанский До встречи До встречи Мы от неловкости смеемся Слегка кружится голова Мы расстаемся Мы расстаемся Расстаемся С трудом находятся слова Уже ненужные слова Все оказалось очень просто Ты почему-то прячешь взгляд Мой капитан с уши девесла Никто ни в чем не виноват Все оказалось очень просто Нам стало вдруг не по пути Мой капитан с уши девесла Ведь больше некуда идти Пустой автобус как разлука Окрашен грязно-желтый цвет За что же мне такая мука Кто мне на это даст ответ Уже ненужный мне ответ Все оказалось очень просто Ты почему-то прячешь взгляд Мой капитан с уши девесла Никто ни в чем не виноват Все оказалось очень просто Нам стало вдруг не по пути Мой капитан с уши девесла Мой капитан с уши девесла Ведь больше некуда идти И искусал от боли губы Найду я в книжке записной Мой капитан с уши девесла И может быть довольно грубо Я с корнем вырву адрес твой Уже ненужный адрес твой Все оказалось очень просто Все оказалось очень просто Нам стало вдруг не по пути Мой капитан с уши девесла Ведь больше некуда идти Ведь больше некуда идти Даже улица и дом ФМ на Дону А Юра 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 Я такая дура Что в тебя влюбилась ФМ на Дону Заманила 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 Красотой Своей женой В сердце Раю ФМ на Дону Три часа дня на Дону ФМ на Дону. Я каждый новый вечер Раскрываю крылья плечи Без тени сомненья Тебя сегодня встречу И ты меня заметишь Но под силою волненья Превращаюсь в тень И ты проходишь рядом Тебя я обнимаю взглядом Я бы докоснулась Но ты меня не знаешь О другой мечтаешь Бесконечным будет завтра Снова новый день Мне многого не надо Коснуться только взглядом До кончика тресниц твоих На несколько секунд Тебя я заколдую Тебя ко всем ревную Но может быть по взгляду Прочтешь и отобьется Твое сердце вдруг Быть может я невзрачна Мечты мои прозрачны Но я в них упрямо верю Томиться в моем теле И пульсом бьет по вене Безрассудные желания Быть всегда твои В толпе тебя я вижу Себя вновь ненавижу Захлепнется ночь водой Все будто так и было Любить себя забыла Но пусть проклят день Когда встретилась с тобой Мне многого не надо Коснуться только взглядом До кончика тресниц твоих На несколько секунд Тебя я заколдую Тебя ко всем ревную Но может быть по взгляду Прочтешь и отобьется Твое сердце вдруг Мне многого не надо Коснуться только взглядом До кончика тресниц твоих На несколько секунд Тебя я заколдую Тебя ко всем ревную Но может быть по взгляду Прочтешь и отобьется Мне многого не надо Коснуться только взглядом До кончика тресниц твоих На несколько секунд Тебя я заколдую Тебя ко всем ревную Но может быть по взгляду Прочтешь и отобьется Твое сердце вдруг Тебя я заколдую 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 Но kunnen Тебя я заколдую И mango Бабье лето Бабье лето, солнцем и дождями Отзовется криком шуравлей Что же будет дальше с нами? Все равно любовь сильней Что же будет дальше с нами? Все равно любовь сильней А лист осенний падает В вечернюю зарю И лучик душу радует Загрев судьбу мою А лист осенний падает В тень литвовых аллей Любовь укроет радуга От тех тревожных дней А лист осенний падает В тень литвовых аллей Любовь укроет радуга От тех тревожных дней Бабье лето Бабье лето, солнцем и дождями Отшумит, отплачет, отболит Что же будет дальше с нами? Может, все любовь простит Что же будет дальше с нами? Все равно любовь простит А лист осенний падает В вечернюю зарю И лучик душу радует Загрев судьбу мою А лист осенний падает В тень литвовых аллей Любовь укроет радуга От тех тревожных дней А лист осенний падает В тень литвовых аллей Любовь укроет радуга От тех тревожных дней А лист осенний падает Я спою вам про бескрайнюю волну Что звучит у нас на тихом на дону Чистота ее уже известна всем Ну, конечно, это сто и семь ФМ Так чего ж ты, друг мой, медлишь, не пойму Лови радио реальную волну ФМ на дону Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok